Приветствую вас, Анна. Давайте сейчас берем ваш вопрос. В первую очередь, хочется сказать вам, что психологи не дают совет. Ну, мы не занимаемся тем, что даем советы. Делать это неблагодарное и привязывать к себе людей. Вот. Таким образом, мне кажется, идея, мягко говоря, не очень хорошая, не очень правильная, не очень корректная. И, по-моему, здесь спорный момент. Поэтому, если вы хотите совет, вы обратились немножко не по адресу. К сожалению. Это первое. Это вот первый момент, на который я хочу обратить ваше внимание. Следующий. Следующий аспект. Это аспект, вот, того, что вы, например, спрашиваете, как правильно поговорить с человеком. Никак. Потому что такого понятия, вот, правильно, нет. В психологии и в профессиональной психотерапии, да. Такого понятия. Такого понятия. Правильно, нет. Разговаривают люди всегда. Как бы, ну, достаточно непредсказуемым образом, если это разговор людей, которые, ну, по крайней мере, живые, да. Вот, если это люди, которые, ну, хотят построить. Отношения, мне кажется, хочется, что можно вообще сделать, сделать это, начать пытаться как-то, вот, правильно. Отоговаривать, вот, это, ну, на мой взгляд, вообще, совершенно, не работает. Это так. Это так. Я бы сказал, не работает. Не работает. А, ну, вот, такой, такой момент. Вот. Дальше. А, как вам, а, себя поставить? Такой. Достаточно, тоже, как мне кажется, хороший вопрос, да. Потому что здесь есть сложность. Сложность заключается в том, что вы, как будто бы, себе не доверяете. Да. Как будто бы, вы, вот, не верите себе, да. Как будто, вы, вот, ну, говорите, просто примерно следующее. Я не знаю, как мне себя поставить, да. Ну, я не знаю. Я не знаю, как мне себя поставить. Я себя, там, условно говоря, не чувствую, да, или чувствую. Ну, плохо, плохо. То есть, я плохо понимаю, что там со мной вообще происходит, например. Вот. Поэтому мне нужно, там, чтобы меня, там, меня подтолкнули. Вот. Вот. Но вы же понимаете, что, если вы плохо себя чувствуете, если вы, ну, как бы, не ощущаете того, что вам хочется. Ну, например, если вы не чувствуете, эм, себя. Вот. Это вот, наверное, так правильно будет сказать. Если вы не чувствуете себя. Вот. То, наша задача заключается в том, чтобы научить вас себя чувствовать. Эм, наша задача заключается в том, чтобы дать вам возможность себя почувствовать, и тогда, тогда, когда вы себя, ну, научитесь чувствовать, чувствовать. Вы сможете без проблем выстраивать отношения с мужчиной, ну, с мужчиной, с людьми, и так далее. Вот. Сейчас у вас, естественно, есть проблемы, есть трудности, и это нормально. Дальше. Эм, в феврале я с моим другом, мы резко прекратили общение. Из-за чего? В январе он признался мне в своих чувствах, сказал, что любит меня. Я ему ничего не ответила, потому что не знала, что и как сказать. А что было за чувство-то? Эм, когда он вам признался в любви. Эм, сейчас не могу понять у себя в голове. Хотя прошло уже 10 месяцев, а что именно вы не можете понять у себя в голове. Это то, что не обязательно понимать. Как мне правильно обозревать себя в общении с этим человеком? А правильно это как оно? Я не знаю. Как правильно? У кого? У кого? У кого какое понимание того, что правильно? На мой взгляд, правильно это как я чувствую. Как для меня ценно, важно. Указываю это свое. Чувствую и вижу, что хочет восстановить отношения, но боится, что снова откажу ему и своим молчанием все испорчу. Ну, во-первых, у молчания есть так вот называемая, наверное, субъективная сторона молчания. Давайте назовем это так. Субъективная сторона молчания. Что это значит? Это то, что мною движет, когда я молчу. Я молчу, там, ну не знаю, потому что мне этого, там, хочется, например. Я молчу, там, не знаю, потому что мне нечего сказать. Я молчу, потому что, там, например, я боюсь, боюсь, ну, к примеру, да, вот, ну, к примеру, просто. Есть там страх, страх какой-то, например, например, опять. Вот. То есть, вот мне кажется, что вам, вам бы, ну, было бы здорово для себя вот эти, вот эти моменты рассмотреть, разобрать. То есть, вам было бы здорово для себя эти моменты поисследовать, вот. То есть, вам было бы здорово, понятно, когда я молчу, ну, хорошо. Я молчу, а я молчу, ну, почему я молчу? Вот. Я молчу, потому что что? То есть, я хочу молчать, например. Или у меня есть, там, ну, грубо говоря, другие основания для того, чтобы молчать. Понимаете? Понимаете? Вот. То есть, это, как мне кажется, ну, такие достаточно, достаточно важные моменты. И в мелочные моменты, мне так, мне так кажется. Вот. А, потому что, ну, никто же не знает, да, может быть, вам, может быть, вы хотите молчать, например. Да? Вот. А если вы не хотите молчать, если вам не хочется молчать, но вы молчите все равно. Вот. То давайте в таком случае посмотрим, условно говоря, что мотивирует вас на молчание. Вот. Понимаете, да, что я хочу сказать вам? Вот. Потому что, ну, очевидно, есть какие-то причины для того, чтобы вы молчали. Вот. Мне не кажется, что можно вот взять, да, и просто, ну, просто взять и отмахнуться от этого. Мне кажется, это было бы неправильно. Вот. Мне кажется, это было бы, ну, неуважительно по отношению к вам, например. Ну, оно, опять же, это моё мнение здесь, оно вот такое, такое, например. Дальше идём, значит, то, что вы им пишете. Эм. Так. Эм. Молчание. Сейспорт. Мы часто переписываемся, мне пишут, я вам пишу первое, узнал, какое самочувствие, узнал, что он болел. Я бы почувствовал. Энергию, которая была раньше, это я не придумал. Ну, я бы сказал, что энергию как раз такие вы можете придумать. Потому что энергия, энергия вполне может существовать, вот, к сожалению, только в вашей реальности, вот. В силу того, что чувства у всех людей разные, вот, и ваши чувства могут быть одними, вот, ваши эмоции могут быть одними. А у мужчины может быть совсем, совсем, ну, другое представление о том, что происходит, к примеру, опять же, к примеру, вот. И, эм, как бы, ваша энергия – это хорошо, именно, именно ваша энергия – это хорошо и здорово, что она у вас есть. Эм, вот, ваша энергия. Но есть ещё, помимо, эм, помимо вашей энергии, есть ещё и его энергия. На мой взгляд это то, что, ну, в какой-то степени тоже нужно учитывать, обязательно, вот, и принимать его внимательно. Но, что, то есть вполне вероятно, что вы это не придумили, но то, что вы чувствуете, эм, не обязательно является, э… потому что реальностью является то, что появляется в результате вашего контакта с человеком, а то, что почувствовали только вы, но не получили обратной связи от него, это могут быть, к сожалению, вашими домыслами. Обычно, когда человек опирается только на то, что ему кажется, обычно происходят какие-то негативные моменты, вроде разочарования, болезненности и так далее, поэтому не хотелось быть, чтобы это, там, условно говоря, подстегло вас, прыгну к примеру, если понимаете, конечно, что я имею в виду. Дальше. Первый, я с ним начала здороваться, он впервые меня, говорит, сказала, пока, когда на автобус выходила. Это вы к чему вообще не потихоньку налаживая, но понимая, что нужно приходить к церковным действиям с моей стороны. Почему вы так решили? Нужен ваш совет, как правильно аккуратно подойти к этому человеку, чтобы не налезть, а наоборот, подсказать, что я его ценю уважаю, потому что он на меня сильный обид. Почему вы думаете, что человек на вас сильный обид, и из-за чего он в обиде, не очень понятно. То есть, если вы считаете, что он в обиде, ну, вам может быть имеет смысл, ну, не знаю, прощение у него попросить, а в таком случае, если вы, если, ну, если вам кажется, что он в обиде на вас, вот, а то, это странно получается, что человек в обиде, с вами общается, человек в обиде, но взаимодействует, человек в обиде, но при этом, как-то развивается, вот, обычно, когда люди обижаются, они не общаются с, ну, с теми, кто их обидел, вот, в вашем случае такое общение почему-то происходит, вот, то есть, если там, допустим, ну, вы, например, считаете, что там был между вами какой-то конфликт, вы его, там, ну, к примеру, вы его не закрыли, да, этот конфликт, допустим, вот, и вам его нужно закрыть. Ну, хорошо, я думаю, что, что великолепно, если вы, ну, там, если вы закроете этот конфликт, если вы поговорите о нём, там, если вы скажете человеку о том, что, там, ну, что вам жаль, что, так, флассивость получил, и так далее, вот. Вот. Мне кажется, что, вот, ну, одно из худшего, что вы можете сделать, это действовать как-то из чувства вины, вот. Мне кажется, действие из чувства вины никогда никому не помогает, вот, от слова, ну, наверное, от слова «совсистация». Вот. И мне кажется, что, если вы чувствуете вину перед человеком, вот, то способы разрушить отношения, ну, условно говоря, условно говоря, способы разрушить отношения, лучше, я не знаю, то есть, нет лучше способа разрушить отношения, чем, чем испытывать вину по отношению к человеку, вот. Обещайте, конечно, вам нет всякого сомнения, но, на мой взгляд, если вы хотите серьёзных здоровых отношений с человеком, то с чувством вины нужно поработать и поработать достаточно серьёзно, чтобы, чтобы никаких отголосок у вас этого чувства вины не было, если и было, чтобы вы, ну, умели, учились с ним адекватно обращаться, потому что, чёрт повторюсь, ничего хорошего, в том, что у вас есть, или есть, или может быть, чувство вины нет и быть не может. Вот, чувство вины – это то, что оно с одной стороны рождается из определённых внутренних процессов, вот, негативных, а с другой стороны то, что транслируют, я бы сказал, то, что транслируют человеку «Абаз», далеко не самый лучший, ну, далеко не самый лучший слой, к сожалению. Вот. То есть вас это, ну, по факту вас это дискредитирует, вот. Я не уверен, что это то, чего вы на самом деле хотели бы, там, ну, там, для себя, для своего партнёра и так далее. Такой вот ответ я могу вам дать, не знаю, насколько вам это было полезно, вот, надеюсь, что было полезно, надеюсь, вам это было полезно, вот, надеюсь, что вам это было полезно, вот, надеюсь, что вам это было, как бы, продуктивно, вот, вот, значит, ну, с точки зрения, с точки зрения, с точки зрения, обратным следом, вот, ну, то есть, чтобы обратное след появилось у вас в, ээээээээ, в ответ на мой ответ. И эта самая обратная связь могла бы послушать для вас с начала, ээээ, психотерапевтического взаимодействия между вами психологам, потому что, ну, мне кажется, что вот сделать вас более подготовлены к взаимоотношениям между вами и другими людьми, да, это вот то, что может быть в принципе, в принципе, с такой вот целью психотерапии, вот, потому что, ну, к сожалению, за один ответ вы не решите всех своих проблем, вы не решите проблемы страхов, вы не решите проблем неуверенности в себе, вы не решите всего того, что вас беспокоит, к сожалению, вот, поэтому это только первый шаг, вот, и я надеюсь, что первый шаг был интересен, надеюсь, что вам, ну, на самом деле, будет любопытно исследовать себя, это всегда очень увлекательно, если делается искренне с интересом, да, и так далее, вот, если человек открыт для изменений, для примерно, вот, я надеюсь, что, так, на этом всё, удачи вам, всего самого доброго. Спасибо.